МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. Добрый день. Это сегодня среда. Начинается программа Урбан. В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой Глобус. Так. Начинается программа Урбан. Я хотела сказать. Во-первых, я хотела поздороваться. Здравствуйте всем. Во-вторых, я хотела сказать, что программа Урбан – это программа, в которой мы принимаем звонки наших радиослушателей. Поэтому, пожалуйста, 211-101, подключайтесь к нашему разговору. Разговор у нас будет важный. Хотя, может быть, окажется, что мы немножко по следам говорим. Важная тема. Новый год. Новогоднее оформление города. Как сделать так, чтобы жители чувствовали этот праздник не только вот в этот короткий промежуток времени, когда есть выходной 31 декабря и дальше небольшие каникулы. Чтобы начиналось это все, вот это вот ощущение праздника, приближающегося за месяц, может быть, за две недели. Но вот предчувствие этого праздника, как сделать так, чтобы кировчане могли его ощутить. Мы об этом сегодня будем говорить и о том, как наш город сделать приблизи, так скажем, к современным таким образцам празднования подобных вещей. Новый год. Какой праздник мы хотим? Вот тема нашего сегодняшнего разговора. И в студию мы пригласили Ивана Строя, начальника городского управления культуры. Иван, добрый день. Добрый день. Дмитрий Шиляева, директор галереи «Прогресса». Дима, здравствуй. Андрей Дмитриев, генерального продюсера компании «Росвидео». Андрей, добрый день. Добрый день. Значит, надо сказать, что еще в конце прошлого года на совещании со своими замами и с представителями общественности, которые входят в состав группы «Киров меняется», Илья Вячеславович Шульгин озвучил следующую историю. Он сказал, что вот смотрите, сколько мы каждый год имеем критики со стороны горожан. Мол, устарела уже давно концепция празднования Нового года. И украшения-то нам не нравятся. И лед-то у нас мутный, то у нас светлый. И, значит, культурная программа какая-то с авдепщиной отдающая. Причем не радуются этой программе уже и люди, которые из Советского Союза-то вышли. Мы тоже вышли. Некоторые из нас здесь, да, Дима? Конечно. Из Советского Союза. Но ни стар, ни млад уже в полной мере не удовлетворены празднования Нового года. И сказал тогда, Илья Вячеславович, мы были свидетелями вот с Иваном Строй, мы и с Димой, да, ты там тоже был на этом совещании. Он сказал, что раз такое дело есть, то нечего откладывать в долгий ящик. Прямо с начала года нужно разрабатывать новую концепцию празднования Нового года в Кирове. Так, Иван? Так, всё верно. И, кстати говоря, новости об этом вышли 12 января, мы-то раньше узнали, а вот общественность узнала 12 января, что уже прошло первое совещание, которое посвящено даже не новогоднему украшению всё-таки 2020, как написали многие СМИ, в том числе, кстати, и мы, а новой концепции празднования Нового года. И мы сегодня постараемся, поскольку формат программы «Урбан» позволяет нам это сделать, собрать мнение раз, собрать предложение два, обсудить их совместно три. Ну, и Иван Строй, как человек, который возглавляет эту рабочую группу и комиссию, может, что-то возьмёт на карандаш, что-то примет в эту концепцию. Мы, соответственно, в течение года будем иметь возможность это озвучивать и обсуждать снова. Такое взаимодействие налаживаем. Но прежде чем мы начнём выслушивать экспертные мнения, я бы хотела озвучить несколько пожеланий, скажем так, от наших слушателей. Во-первых, у нас в нашей группе ВКонтакте и Хакирова есть опрос «Цените подготовку Кирова к Новому году оформления мероприятия бесплатной катки». Почти 200 человек сейчас проголосовали. Это поздно вечером мы вчера разместили. Да, да, да. Это хороший результат. То есть тема животрепещущей вызывает интерес. Самый популярный ответ «Понравилось местами». Ну, вот что-то понравилось, что-то нет. Почти 47%. Второй по популярности ответ «Отлично, мне всё понравилось» почти 26%. И «Лучше, чем в прошлом году» почти 20%. То есть это вот такие самые три популярных ответа. А не понравилось вообще есть? Хуже, чем в прошлом году 6%. Совершенно не понравилось около 9%. Ну, хороший результат на самом деле. И раз уж у нас такое дело, то давайте сразу же поставим запись опроса, который мы провели на улицах города сегодня. Вот что кировчане говорят о том, как мы отпраздновали Новый год. Я думаю, что просто не имеет смысла нам, да, коллеги, тут обсуждать, как мы считаем и отпраздновали. Пусть кировчане говорят. Послушаем. Понравилось, наверное, всё. И сделано красиво, интересно. Порадовало большое количество гирлянд в целом. Все фигуры, все постройки, мне кажется, по сравнению с прошлым годом сделано более качественно и интересно. Ну, и большое число развлечений. Я из деревни, мне пойдёт. Молодцы, построили. В целом-то нормально, украсили. Симпатично, лучше, чем в прошлом году. Лёд прозрачный, скульптур. Горка симпатичная. Ну, у меня, в принципе, вот эта горка, она в прошлом году тоже была хорошая. Ну, тут ещё вот такие вот проходы интересные. А, нормально, в принципе, украсили. Я из Малможа. По украшениям. Ну, и, конечно, не сравнить киров. Конечно, очень хорошо даже. Знаете, я даже не обратила внимания. Я всё проработала. То есть, я ничего не могу вам сказать. В 2018-2019 год, скажем так, Ледовый городок очень красивый. Мне он больше понравился, чем в том году. Всё ярко, красочно. Напоминает ощущение праздника. Видела каток на Спасской. Он шикарен. Туда просто хочется возвращаться снова и снова. Я, конечно, не каталась, но просто хотя бы там пройтись и посмотреть было невероятно. Ну, учитывая, насколько потрачено это средство, ну, в принципе, нормальное театральное сегодня в этом году. Ну, лучше, чем обычно. Мне нравится. А в остальном, по городу, ну, мало где замечал, на самом деле, украшения. Вообще вопрос-то какой-то. Ну, что за кривые линии какие-то? Не могли ровно что-ли сделать? В сравнении с другими городами могло быть лучше. А в сравнении с предыдущим годом, конечно, как-то всё поприличнее. И, слава богу, лёд вот тут у нас на горках чистый не как в этом году. Хотелось бы побольше как-то. Может быть, огней побольше. Пощадок для... Хотя бы просто, чтобы можно было детям покататься где-то во дворах. Самодельные горки то делают. Кто просто вот снег нагребает кучу, целый трактор. Проехал, сгрёб, и дети на этом катаются. В этом году нас очень удивили. Сделали очень красивое украшение театральной площади, вообще по городу. По сравнению с другими годами. Люди порадовались. Двоякое такое мнение. Может быть, в другое место нужно было куда-то вложить, и другие вложения. Но детям, я думаю, что понравилось. Вот смотрите, понятно, что мы собирали эти мнения здесь, где находится наш офис на театральной площади. Поэтому в целом жители в большинстве своём оценивали украшение театралки. Там было такое мнение, что театралка хорошо, а дальше по городу непонятно что. Где, чего, как украсили, неясно. Но настроение в целом хорошее. Это подтверждает и опрос ВКонтакте. В общем, можно не сильно расстраиваться, Иван Петрович. Но тем не менее, Шульгин требует новую концепцию. Вам поручено её разрабатывать. Как вы будете работать над этой новой концепцией? Вот сейчас хотя бы там, да, коротко, кто входит в эту рабочую группу, в каком режиме это будет? Расскажите. Создана комиссия. Ну, так бы не хотелось её называть. Наверное, какое-то некое сообщество людей. Потому что в неё входят как сотрудники администрации, как непосредственные заказчики строительства городка, так и представители общественности. Дмитрий Шуляев не отказался. Формат работы и вообще формат наполнения этой группы, он такой вполне свободный. То есть будет много приглашённых. Если кто-то сейчас слышит и желает, и имеет мнение, милости просим, время у нас есть для того, чтобы собрать пожелания и самое главное их обсчитать. Как вот сказали... Обсчитать, то есть о деньгах подумать, да, где их взять, чтобы это реализовать? Безусловно. Как показал опыт, вот один из интервьюеров ваших вспомнил про улицу Спасскую. То есть впервые в жизни города вот эта пешеходная зона, которая должна была жить, я думаю, что она впервые, не считая праздников общегородских, она ожила. Потому что у меня ни один... Мне кажется, любой, кого не взять у меня из Инстаграма, из списка, все выложили фотографии с этого маленького катката. Он действительно... Такая фотозона была в городе, да? Да, действительно себя отработал, и эта зона, вот именно эта пешеходная зона, она имеет право на жизнь, более того, она должна развиваться. Отлично отработал каток в Вересниках. Да, кстати, даже наши самые въедливые коллеги, которые найдут любой изъян, писали, что возвращались туда, и очень понравилась организация, и сама эта идея, и как все это работало? Потому что, во-первых, на каток едут за льдом, на качество льда. Было приобретено ГДМС, вот оборудование специальное, которое шлифует лед сначала его. Я плохо представляю себе, не знаю профессионально, как это объяснить, то есть он полирует поверхность, и можно его приводить в порядок фактически в ежедневном формате, что позволяет в следующем году, и в принципе дано такое поручение, рассмотреть новые площадки, отработать с территориальными управлениями, и сделать уже в шаговой доступности для горожан вот такие места для отдыха. Потому что, как показала практика, это в перерасчёте на человека, если вот думать коммерчески, то этот опыт он себя оправдал, то есть эти средства вложены правильно. И более того, помимо, конечно, льда, который растает, оборудование, которое было приобретено, например, там колонки, за которые мы отвечали, их же можно смонтировать ещё раз и использовать повторно на любой другой площадке. Не обязательно зимой? Вообще не обязательно. Кстати, говорят, тут коллеги из новостного отдела попросили узнать, катки-то действительно понравились, они тоже делают этот вывод благодаря опросам населения. Спрашивают, когда закроют эти катки, как долго они будут работать? То, что касается вересняков, мы вообще планируем там масленицу провести районную. Это 10 марта. То есть я думаю, пока действительно солнце не начнёт вот это всё уничтожать, катки останутся. Пока погодные условия позволяют, катки будут работать. Конечно. Поддерживать их будут тоже в таком рабочем состоянии. Да. Ну и раз пошла об этом речь, давайте поговорим о содержании этих самых катков. Насколько дорого... Мы знаем эту цифру. Может быть, это ГДМС отвечает, а не вы? Тогда скажите об этом. Насколько затратно это казалось? Я не могу вам сказать. Это надо обращаться к теруправлениям и ГДМС. Я думаю, что это к ГДМС надо обращаться, но надо понимать, что это всё равно не коммерческая структура, и это всё делалось своими руками. Поэтому в любом случае это дешевле, чем проводить на это аукцион, как бы это обслуживать чьими-то руками. По крайней мере, контролировать качество. В организации, которая, сами понимаете, работает в круглосуточном режиме, имеет возможность приехать на объект, когда он среди населения не популярен, когда люди спят просто-напросто ночью. Я это неоднократно видел. Каток в Ересняках, его видно у меня с обрывов. Видно, когда там горит свет. То есть я когда приехал, когда не было ещё льда, это было чистое поле. Там установили опоры, включили свет, я увидел и просто ахнул. Это хороший опыт, и я думаю, что эту площадку надо вообще развивать не только с точки зрения свободного катания, но и с точки зрения проведения мероприятий. Не делать её центральной, но по работе даже просто по афишам вводить туда работников учреждений культуры и делать там нормальные массовые мероприятия для людей. Прервёмся на полминуты, и сразу после перерыва постараемся набрать эксперта из Татарстана, Дарью Куракову, арт-директора дирекции парков и скверов города Казани. Продолжается программа «Урбан». Тема нашей сегодняшней передачи – Новый год. Какой праздник мы хотим? Напоминаю, что у нас прямой эфир, и программа «Урбан» позволяет нам общаться напрямую со слушателями по телефону 211-101. Пожалуйста, подключайтесь к нашему обсуждению. Наша концепция, мы собираем мнения, идеи, примеряем их на Киров, берём на карандаш и реализуем в итоге. Как мы реализуем, мы уже знаем. Мы тут отчитались на урбанистическом форуме в прошлом. И я думаю, что концепция празднования Нового года вполне возможно будет представлена на втором урбанистическом форуме в Кирове, осенью, да, у нас это проходит в октябре. Горожане узнают, что в итоге за год сложилось. Ещё раз напоминаю, что комиссия или рабочая группа, как бы она ни называлась, по разработке новой новогодней концепции, так скажем, уже приступила к работе. А сейчас мы хотим выслушать, узнать об опыте Казани. И по телефону мы подключили Дарью Куракову. Дарья, вы с нами? Да, доброе утро. Доброе утро. Это Дарья Куракова, арт-директора дирекции парков и скверов города Казани. Дарья мне вчера сказала, что она отвечала как раз за культурное программирование Нового года и оформление общественных городских пространств. Мы сейчас разберёмся, что такое культурное программирование. А пока, Дарья, я должна сказать, кто у нас в студии, чтобы вы ориентировались. Светлана Занько, это я, Анна Лапшина, мы ведущие программы. Здесь у нас начальник городского управления культуры Иван Строй. Здесь у нас генеральный продюсер компании «Росвидео» Дмитрий Андреев и директор галереи «Прогресса» Дмитрий Шеляев. Андрей Дмитриев. Андрей Дмитриев, наоборот, прости, пожалуйста. Я привык. Перевести, да, всё это частая история. Мы общаемся в свободном режиме, поэтому каждый из здесь присутствующих сможет вам задать свой вопрос, вы, наверное, сможете ответить. Дарья, что такое культурное программирование? Да, давайте начну немножечко сначала общую вводную информацию. Мы дирекция парков, у нас в ведомстве находятся городские общественные пространства, которые прошли программу реконструкции. Сейчас у нас на территории находятся 19 пространств парка «Скверс» города Казани. Что такое культурное программирование в нашем понимании? Да, это наполнение классным контентом, интересным, городским, разного формата, для разных аудиторий. То есть мы сделаем мероприятие не только для туристов, но и для горожан в том числе, и для разных целевых аудиторий, и для детей, и для взрослых, и спорт, и культура, и концерты. И мы, как дирекция парков, выступаем единым окном, которое делает программу на все новогодние праздники по территории города. Мы находимся под управлением культуры города Казани. Мы находимся в некой связке. Мы действуем при помощи и домов культуры, и различных каких-то кружков. Мы делаем аккумуляцию некой культурной программы. Я готова немного рассказать о некоторых проектах. Да, пожалуйста, мы слушаем внимательно. Да, безусловно, есть площадки, которые являются городскими елками центральными. Да, это центральная городская елка, центральные дворы городов, где была программа на ежедневной основе, например, там, с открытия елки, это 28-27 декабря у нас было, по 8 января, включая, это каждый день ежедневная программа различного формата для интерактива, для детей, для взрослых. Мы старались сделать ее всегда интересной. Это программа празднования Нового года. Мы второй год реализуем ту историю, что у нас празднует Новый год и непосредственно на территории городских парков. Как показывает практика, каждым годом нас становится все больше и больше. Люди выходят из-за стола, люди готовы приходить в парки, в общественные пространства и праздновать Новый год вместе с нами. Это очень здорово. Не знаю, есть ли у вас такая практика, но предлагаю вам взять ее на карандаш и попробовать реализовать. Нет, к сожалению, пока. Вот как раз мы над этим думаем. Да, есть, например, я думаю, что в Кирове есть какая-то городская площадка, центральный парк, где можно сделать действительно интересную программу на Новый год, поставить тот же экран с обращениями президента и сделать какой-то классный контент, где люди могут отдохнуть и встретить Новый год вместе с городом. Что еще важно? Наверное, важно уделять внимание спортивному блоку. Спорт очень важен на новогодние праздники, и это не только каток, это и плюшки, это и лыжи, и станки. Мы делали большие фестивали и по кастомным станкам, которые можно переделать во что угодно, в том числе в бане, например. У нас победители были, те, кто переделали станки в бане. Это и соревнования для лыжников, это соревнования по фигурному катанию. Мы в сервей на катке сделали школу открытую по фигурному катанию и по ферлингу в этом году. Есть ли у вас городской каток? У нас есть несколько городских катков, и в этом году впервые в Кирове появилось, по-моему, три новых открытых бесплатных катка в общественных пространствах или в тех местах, вот мы говорим, пустырь, который в будущем мы программируем как большое общественное пространство. Ну вот, собственно, вам нужно выбрать один из главных этих проектов. Мы все-таки за то, чтобы не распыляться, а за то, чтобы делать одну площадку, но очень качественно. У нас является такой площадкой городской парк Чёрное озеро, это центральный парк, где бесплатный городской каток, вход со своими коньками там свободный. Поэтому основные мероприятия мы делаем именно там. Я его увидела в эту субботу. Огромное количество людей с коньками. Очень красиво. Да. Вы знаете, я могу разделить нашу работу непосредственно как арт-директор, да. Я могу сказать, что у нас есть таких два блока. Основная работа, новогодняя программа. Это непосредственно какие-то культурные точки, культурные трейгеры и основные городские мероприятия для разной вот истории. Например, в этом году мы сделали впервые пилотно выступление хоров, как в Европе бывают такие, да, выступления новогодних, прождественских хоров. Это довольно-таки сложный проект, потому что холодно, потому что зима, потому что не все готовы сидеть на улице. Это всего лишь занимает 20-25 минут, но это такая атмосфера, которая позволяет погрузить и жителей, и горожан, и туристов в эту новогоднюю какую-то рождественскую историю, европейскую, которой, к сожалению, у нас, например, нет. Это микропроекты, которых не стоит делать крупно, да, и постоянно на ежедневной основе, вкладывать в нее большое количество усилий, но они важны. И есть большие мероприятия, такие как, там, Старый Новый год, концерт советской эстрады какой-то новогодней, концерт популярной молодежной группы. Это крупные большие проекты, которые работают на более массовую аудиторию. И тут мы делим на два блока. Дарья, мы сейчас два блока уже проговорили или один только? Два. Два уже, да. Это просто все, что касаемо, наверное, программы. Да, у меня просто такой вопрос. Вы по громкой связи говорите или у вас телефон прямо рядом с ухом, потому что у нас немножечко связь не очень хороша? Я говорю с вами по телефону. По телефону. Ну ладно, мы все равно слышим так или иначе. Есть вопрос у Андрея Дмитриева, генерального продюсера компании «Росвидео». Да, Дарья, добрый день. Вопрос такой, как коллеги. Вот мне интересно, вы рассказали много интересных штук. Как ведется вообще разработка креативной концепции вот этих вот мероприятий, всяких активностей? То есть вы сами, у вас есть свои специалисты, которые предлагают идеи, либо вы собираете мнение общественности, либо привлекаете какие-то компании, либо… И потом как эта трансляция идет наверх, как она утверждается, то есть какая механика, потому что идей на самом деле, я думаю, что может быть много, а как работает механизм по утверждению этих идей, как они потом сметируются или вообще вот хотелось бы узнать механику, как вы работаете? Я могу сказать так, что у нас мы непосредственно являемся частью мэрии города Казани, да, мы под управлением культуры города Казани, мы поддерживаем свое учреждение, но мы занимаемся непосредственно только общественным пространством. Поэтому согласование тут идет напрямую. Мы напрямую согласовываем всю программу и составляем ее совместно с управлением города. Как мы ее придумываем, мы начали в августе, если честно. Вы своими силами это делаете или привлекаете сторонних специалистов? Мы привлекаем сторонних специалистов только на этапе уже реализации истории, потому что мы не успеваем делать все 140 мероприятий качественно. А на этапе придумывания, конечно, тут есть и общественное мнение, тут есть и соцопросы, тут есть и социальные сети, и запросы от жителей во многом, да, но мы придумываем ее самостоятельно. Понятно. Есть вопрос у Дмитрия Шиляева, директор галереи «Прогресса». Дарья, добрый день. У меня прозвучала фраза у вас в диалоге «классный контент». Не могли бы вы к нам рядом находиться, мы, собственно, соседи с вами, поделиться классным контентом? Вы рассказывали про очень хорошую идею выступления хоров, соревнования на коньках. «Керлинг», «Школы». «Школы». Да, вот на сегодняшний день в вашем обратная положительная связь от населения, лучшая площадка для проведения новогоднего праздника где и в каком формате, и лучшие топовые проекты, которые вы реализовали за все годы, которые получили самую положительную обратную связь от населения. Ну, парочку, наверное, да? Ну, хотя бы, да, ну, самые-самые. Вы знаете, я не могу сказать, да, много лет, потому что мы работаем всего лишь в таком составе полтора года, да, и мы реализовали две зимние программы, одну летнюю, ну, касаемо большого, крупного блока. А что сказать о контенте? Честно говоря, сложно так сказать. А давайте так, а давайте так, ваш самый любимый, Дарья Кураковой, самый любимый проект в рамках празднования. Зима или лето? Зима, зима, зима. Мы сегодня зиму обсуждаем. Вы знаете, я, наверное, все-таки впервые в этом году отмечала Новый год на катке, и это отдельная атмосфера, когда вы можете находиться в общественном пространстве, большом, городском, открытом. Вы не идите о любви, вы вместе со всеми катаетесь на коньках. И это очень приятная атмосфера, которая заставляет тебя заниматься городом еще больше, тебя погружаться в это. И было большое количество туристов, мы делали камеру в прямом включении, когда люди могли сказать, откуда они, передать привет, поздравить всех с Новым годом. А трансляция была где? На экране, который стоял на картке. Ага, понятно. Дарья, у нас остается полминуты до перерыва, и у меня такой вопрос. Вот когда мы говорим об атмосфере праздника, мы имеем в виду все, музыку, свет, запахи, да. И очень часто говорят люди, ну вот запах глинтвейна, свежевыживых, там, этих сосисок, этих булок, должен быть. С корицей. Дальше нам говорят, совершенно справедливо возможно, а может быть и нет. Нам говорят представители силовых ведомств администрации, ну, русскому человеку глинтвейн на улице подавать нельзя. Он напьется, и штабелями лежать будет в сугробах. Вы что-то в отношении напитков и запахов реализовывали? Мы реализовываем торговлю в парках, в том числе и глинтвейн, но у нас безалкогольный, потому что в общественных пространствах по законодательству нельзя. Безалкогольный глинтвейн так же приятно пахнет, как алкогольный. А, и все-таки придется еще задержаться на перерыв. Мы заговорили о реализации. Бизнес, бизнес, он почувствовал, что может зарабатывать на этих праздниках? Или для бизнеса это не заработок, а реклама, например? Или соцнагрузка? Это заработок, потому что мы приводим большое количество людей в общественные пространства. Мы делаем точки реферные мероприятия, на которых они могут помочь себе и нам заработать. Спасибо. Дарья Куракова, арт-директор дирекции парков и скверов города Казани. Ну, мне кажется, очень интересный опыт. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Урбан. Программа о городских проектах. Новый год. Какой праздник мы хотим? 211-101, номер телефона прямого эфира. Мы с вами тоже, слушатели, хотим пообщаться. Вот мы сейчас выслушали историю про Казань. И надо сказать следующее. Вот помните опрос, который провел сегодня наш журналист из новостного отдела на Театральной площади, где люди говорили, в этом году лучше, чем в прошлом. Малмышцы говорили, например, ну, в Малмыже-то гораздо хуже, чем в Кирове. А кировчане говорили, в этом году лучше, чем в прошлом, но если сравнивать с другими городами, значительно хуже. И, конечно, в век интернета, телевидения и возможности поехать в Ёжку, поехать в Казань, в Москву, которая вообще что-то невероятное в этом году устроила там, да, люди говорят, ну, так это да, но, конечно, это так слабенько. И поэтому понятно, почему сети-менеджером озаботился разработкой новой концепции, потому что, ну, хочется, чтобы мы себя не ощущали совсем уж деревней на фоне там больших городов. Вот давайте проанализируем опыт Казани. Что интересного вы оттуда вытащили, да, и чего бы мы хотели, например, положить на бумагу или в концепцию поместить? Ну, во-первых, Ивану строю, дадим слово, потому что Андрей и Дима задавали вопросы Дарьи, а Ивану нет. Я Дарью внимательно слушал просто. С ней надо пообщаться отдельно, наверное, уже вне эфира. Мы дадим контакты. Очень интересна их возможность, как они нашли в рамках нынешнего правового поля, работать с частным бизнесом, с предпринимателями, потому что, я так полагаю, развитие вот этих территорий, оно ложится не только на плечи бюджета, а я думаю, что даже в большинстве своем на плечи вне бюджета, потому что не секрет, что их набережная, шикарно оформленная, с дорогущей каруселью, с паровозиком итальянского производства, передана законно в аренду на 49 лет, и есть договор, по которому тот предприниматель, который взялся за это дело, он обязан определенное наполнение на этой набережной в течение этого времени делать, то есть по определенной цене причем. Это все зафиксировано? Конечно, это законно. Это прошло, я уверен, что все экспертизы там. И этот опыт нам тоже необходимо перенимать, потому что мы прекрасно понимаем, что за счет бюджета все, что мы хотим сделать, мы никогда не сделаем. Говорить о том, что провели они мероприятие новогоднюю ночь, там, встретил на катке Дарья, ну, я седьмой Новый год встретил на театральной площади среди людей. Это у вас обязанность, работа такая. В этом году нет. Да? Да. Но меня, видимо, не отпустило. В этом году вообще шикарный был Новый год, как по мне, учитывая этот опыт, потому что и отлично органы правопорядка отработали, а я знаю, что в Казани они работали все праздники, все праздники работали, рамки у них металлоискатели. И даже Старый Новый год, смотрите, в программу заложили. У нас тоже был Старый Новый год на театральной площади, да. Причем мы тоже делали мероприятие, но, как подсказал опыт, первого, второго числа не имеет смысла. Мы ограничены в финансах, и мы решили их саккумулировать на четвертое, пятое, шестое и седьмое число. Мы тоже делали мероприятие как учреждениями культуры, так и доп. образованием. Мы провели даже первую небольшую экскурсию пробную. На нее пришло ни много ни мало, но там 38 человек точно было все время, от начала и до конца. Для начала я считаю, что это очень неплохо. Понятно, что у Казани есть потенциал туристический колоссальный. Но как тот же опрос, который был у вас, показал, что у нас есть внутренний туризм. Кто-то был из деревни, кто-то был из Малмыжи. Я уверен, что много приехало в гости из других городов. Поэтому ставить крест там на нас, что у нас туризма как такового быть не может. Вероятно, приехать в музей, как к ним в Кремль, к нам не приедут. Но на Новый год в любом случае люди ездят. Вы не забывайте, что еще огромное количество кировчан, работающих в других городах, сюда возвращается на новогодние праздники. Я видела фотографии в Фейсбуке, живущих в других городах, конечно, приезжают к родным в гости. Так, пожалуйста, Андрей, ощущения, впечатления? Мне понравилось, что у них есть, скажем так, некий агрегатор, агентство, или как у них называется правильно? Дирекция. Да, дирекция, да. А, дирекция парков и скверов, которая работает совместно. И, как оказалось, я правильно поняла, Дарью, что они под ведомственные управлению культурой городскому? Правовую форму было узнать, конечно. Ну, скорее всего, они выполняют вот эту вот как раз функцию арт-агентства, креативного агентства, которое разрабатывает мероприятия, предлагает идеи. Почему я об этом и спросил? Потому что, мне кажется, ключевая история как раз в том, придумать и распределить площадки по городу, сделать основную площадку и наполнить ее событий. Потому что, в любом случае, люди, которые принимают участие в праздновании событий и чувствуют настроение праздника и все остальное, это, конечно же, они приходят на определенное событие. И, как раз, если мы посмотрим мировую практику и все остальное, на площадях основных всех городов мира и столицы и так далее, как раз происходит событие, куда выходят все и горожане встречать, и считается это таким вестником Нового года, настроение появляется. И здесь очень важно как раз наполнение самой площадки визуальной и событийной. И здорово, что есть компания, которая это делает. И в нашем случае мы как раз, забегая вперед, мы готовы, например, предложить очень много интересных идей, мы даже можем нарисовать какие-то там концепты. А мы попросим тебя озвучить эти идеи, но уже попозже, во втором часе. Да, и вот здорово, если бы у нас как раз появилась, может быть, такая система, что была какая-то рабочая группа именно креативная, не обязательно все пока считать деньгами, а именно фантазировать и предлагать какие-то варианты, какие есть, какие возможно. А дальше действительно нужно изучать правовую базу, как, например, сделать так, чтобы город, условно говоря, предоставлял некие площадки, а представители бизнеса могли там выставиться на определенный период и уже в рамках заданного формата реализовать какие-то интересные события. И Дарья говорит, что они зарабатывают, очень хорошо зарабатывают. Но опять же, это будет зависеть от того, придут ли туда люди. И поэтому это совместный, в том числе промо-компания должна быть выстроена и все остальное, потому что люди не пойдут на какие-то, там, скажем так, простые вещи, потому что все живут уже. И мало того, заметьте, коллеги, с декабря по конец практически января, но посередину ежедневные программы. То есть вот представьте себе бизнес, который поставил, например, или арендовал деревянную избушку, чтобы продавать глинтвейн, булки, не знаю, еще что-то, им говорят, вот мы будем открыты там два дня, потом четыре дня перерыв, потом еще два дня, пять дней перерыв. Это неинтересно. Конечно уж, если заходишь, то заходить надо. Это должна быть системная такая вот выстроенная прямо цепочка из разных-разных-разных мероприятий. Мы еще, кстати, вернемся к тому, какие могут быть мероприятия и в какие дни. Да, пожалуйста. Да, Дмитрий Шаляев. Мне очень понравилась идея, то, что всегда же праздник, он держится на какой-то атмосфере, а атмосфера раздается из идей. И вот идея с праздниками прошлого сцены «Шарики-салют», ребята в Казани ушли, и у них есть положительный опыт, есть очень много положительных отзывов, и мне вот даже благодаря эфиру захотелось побыть на этом новом году, стать участником, даже то, что она рассказывала. Конечно, пришло время пересмыслить праздники и контекст прошлого и дать возможность появиться новому, и тогда всем будет хорошо. А вот, кстати говоря, опыт катков. Дарья сказала, что сама в восторге от опыта катков, и вот сейчас Иван нам подтвердил, что катки оказались хорошим опытом, да все подтверждают. А ведь на катке в Вересняках была оборудована раздевалка и прокат. Прокат ведь это же бизнес? Безусловно. Как он отработал? Ну, как вы понимаете, это пилотный был проект такой, первый блин, который оказался некомым. Помимо проката коньков, там ведь еще были горячие напитки, кофе, чай, какие-то хлебобулочные изделия, простейшие там, я пять раз катался за эти праздники там на коньках, бывал там чаще, лично познакомился с предпринимателем, он очень доволен. Причем мало того, что он там 3 января, по-моему, поехал и докупил еще в прокат коньков, или до Нового года, боюсь ошибиться, в дате, ну то есть первая проба оказалась, что... Не хватает. Не хватает. Он мне сказал очень важную вещь, он говорит, я для себя открыл людей заново, ты, говорит, не представляешь, сколько вежливых, интеллигентных семей живет в нашем городе. Когда 2 января, по мнению большинства, все еще просыпаются с головой, с чугунной, он работает там с 10 утра, он говорит, я приезжаю к 10, уже катаются, там же горки еще оборудованы для катания на ватрушках, то есть вот он говорит, я приезжаю, они катаются на ватрушках, я только открываюсь, уже бегут, берут в прокат коньки, и самое главное, говорит, как общаются семьи друг с другом, причем, заметьте, это, как всегда казалось, Вересники, это такой район в нашем городе, да, там было под таким вопросом. Не самый благополучный. Да, а вовсе нет. Да, вот это, это ли не показатель того, в какую сторону надо двигаться. Мы сейчас послушаем с вами мнение Максима Исаева, директора филиала МТС Кировской области. Я у Максима тоже, я Максима тоже попросила пару идей каких-нибудь нам бросить, как горожанина, и тоже задавала вопрос, а бизнесу интересно участвовать в этом процессе? Давайте послушаем, что он скажет, и уйдем на большой перерыв. Можно немножко с концепцией поработать. Мне, во-первых, понравилось то, что было в этом году на театралке, понравилось то, что было на Спаске, это очень красиво и ярко. У меня ребенок с восторгом посещал эти мероприятия, но мне не хватило, например, интерактива. Я бы предложил в следующий год разработать схему интерактивных мероприятий, которые были бы известны заранее. Ну, например, понедельник, первый день выходной недели в январьские каникулы, это какой-то день, посвященный, может быть, народным промыслам, там, тематическая ярмарка, тематические угощения, возможно, какие-то игры. То есть хочется, чтобы была обратная связь, чтобы это были не просто ледовые фигуры, а что-то интерактивное, присоединиться к чему бы я мог, как житель города. Еще, наверное, замечание или предложение, это больше таких точек притяжения к вот этой причастности в городе. У нас фактически в Кирове, ведь, наверное, была одна единственная центральная елка вот в таком формате, красивом, да. А людям, ну и мне, например, да, вот жителю дальнего района хочется, чтобы что-то было поближе ко мне. Тогда, возможно, в следующий раз я буду ездить не только на театральную площадь, а буду ездить, не знаю, на ЛЦМ, я буду приезжать на филейку куда-нибудь, на зональный, да, если буду знать, что в этом месте тоже есть елка, в этом месте тоже будут мероприятия. То есть кажется, что людям хочется отдыхать там, где они живут, а не ехать куда-то далеко. С маленькими детьми, тем более без машины, это, наверное, затруднительно. Как бизнес может поучаствовать в этом, сложно сказать. Я не сторонник каких-то разношерстных идей. Наверное, нужно сначала посмотреть общую концепцию. Я уверен, что все социально ответственные бизнесмены и компания МТС в том числе, мы сможем присоединиться к общей идее, выглядеть гармонично и привнести что-то от себя дополнительное и интересное для города, чтобы этот Новый год, наш следующий, отличался от предыдущего, чтобы он понравился жителям. Вот такое в целом мнение. Ну вот, это был директор МТС в Кировской области Максим Исаев. Мы сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламу и продолжим обсуждение в начале следующего часа. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова